Спортивные объекты готовы, атлеты настроены на победу. Сегодня утром прошли официальные тренировки. Горнолыжники, например, вышли на склон, чтобы познакомиться с трассой и северным мартовским снегом. Марина Селезнева продолжит. Сегодня утром Хвойный Урман полон спортсменами. Первый день зимних паралимпийских игр начался с официальной тренировки у горнолыжников. Сейчас на склоне тренируется сборная России. Алексей Бугаев – многократный чемпион мира в Ханты-Мансийске впервые. За плечами у спортсмена две паралимпиады. Настрой, говорит, позитивный. Команда готова побеждать. Когда стараемся, независимо от того, какие обстоятельства нас окружают, показать свой максимум, показать лучшего себя. И главным соперником я всегда считаю самого себя вчерашнего. То есть ты должен быть чуточку лучше себя вчерашнего и с каждым днем становиться лучше. Лыжникам предстоит пройти через серию ворот, показать наилучшую скорость. Эту горнолыжную дисциплину называют слалом. Она наиболее доступна, подходит для таких небольших высот, как в Ханты-Мансийске. В целом подготовка склона хорошая, что я заметил сразу. То есть протраченный снег достаточно цепкий такой, приятный. То есть ему приятно поворачивать. Выступить здесь, в югре, словно отдушина, признаются и спортсмены, и тренеры. Конечно, после Пекина мы еще не очень себя пришли в плане того, что психологически тяжело. Все это пережить было. Столько подготовки было, сил затрачено. Но сейчас мы очень рады здесь оказаться. Естественно, покажем максимум, который можем. Сегодня официальные тренировки и сами старты. Состоятся лыжные гонки. А вот на завтра соревновательная программа «Более насыщенная на лед». Например, выйдут слэдж-хоккеисты. За сборную России, напомню, выступят семь югорчан. Еще два спортсмена, пара сноубордиста представляют наш округ на этих стартах. Самые насыщенные дни игр выпадут на выходные. Так больше жителей и гостей Ханты-Мансийска смогут поболеть за спортсменов. Ознакомиться с расписанием можно на сайте Югра Мегаспорт. Марина Селезнева, Александр Шимолин. Вести Егория. Ханты-Мансийск.